Буквально вчера был Международный день трезвости, поэтому сегодня, если вы отмечали это дело, мы вам специального гостя пригласили в студию. У нас в гостях заведующий амбулаторного отделения Ярославской областно-наркологической больницы Черноморский Михаил Григорьевич. Здравствуйте. Доброе утро. Давайте в позитивной форме, как обычно у нас это с вами получается каждый год. Поговорим про большую проблему и про серьезное заболевание. Давайте, но тут ситуация какая, мы сразу начинаем про заболевание. В принципе, прежде чем дойти до заболевания, у пьющего человека проходит определенный этап. Есть такая поговорка, алкоголиками не рождаются, алкоголиками становятся. Если все в разумных пределах, если где-то не перегибать палку, если нормально себя вести, и это, в принципе, ничего страшного и нельзя сказать, что алкоголь однозначно противопоказан. Если мы берем сигареты, курение, да, это негативно сказывается во всех его проявлениях, то алкоголь, если, еще раз говорю, нет зависимости, если нет заболевания, нормальных, ну, в терапевтических дозах сказать нельзя, но, в принципе, нормальных дозах не вредит. Сколько нужно пройти этих этапов, чтобы все-таки получить это заболевание? Нет, диагноз ставится не в дозах, а диагноз ставится по клинике. Как правило, именно алкоголизм, по клинике, по дополнительным методам исследования, но это у всех по-разному. То есть существует ряд симптомов, синдромов, которые могут говорить о сформировавшейся зависимости. Но время формирования, оно у всех разное. У кого-то заболевание для формирования требуется, там, 5, 10, 15 лет, а у кого-то год, и оно сформировалось. То есть это все очень индивидуально. Есть признаки, в общем? Есть, да, признаки, симптомы заболевания. То есть первый, самый распространенный симптом — это появление абстинентного синдрома или похмелья. То есть вот если у вас на следующий день вы плохо себя чувствуете, причем как, ну, очень легко, так скажем, примитивно дифференцировать, формируется зависимость или нет. Вот два человека очень сильно выпили. С утра обоим плохо. Вот если человек, у которого не сформирована зависимость, попытается похмелиться, его от одного запаха вывернят, что называется, наизнанку. Это, наверное, испытывали все. А если человек начинает пытаться лечить подобное подобным и получает облегчение от выпитых 50-100 грамм, вот это звоночек. Вот тут надо задуматься. Я иногда своим пациентам говорю на вопрос, а сколько я уже болею? Я говорю, вспомните, когда вы первый раз похмелились. И считайте оттуда. То есть это первый такой основной признак. А дальше их достаточно много. Утрата различного вида контролей, ситуационного, количественного, изменение формы опьянения, ну, их очень много. Но первое самое — это вот наличие все-таки похмелья. Как бороться с зависимостью на ранних этапах? Не пить. Единственный способ конструктивно бороться — это полностью 100% отказаться от алкоголя. То есть если зависимость уже сформирована, обратного хода она не имеет, и полный 100% отказ от алкоголя. Другое дело, каким образом. Или это кто-то делает самостоятельно, или это с помощью докторов, или еще как-либо. Это, знаете, чтобы было сравнить, ведь много хронических заболеваний, при которых существует своя диета. Вот, допустим, при язвенной болезни желудка. Она же тоже не излечивается, надо добиться длительной ремиссии. Но как бы мы не лечили язвенную болезнь желудка, если человек не соблюдает диету, все это. Как бы мы не лечили сахарный диабет, если человек не соблюдает диету, толку не будет. Как бы мы не лечили алкоголизм, если человек не соблюдает диету, толку не будет. Настолько ли пьющий у нас народ по сравнению с остальными государствами? Вы знаете, я часто слышал даже, мы россияне, жалуемся, что Россия спивается, что мы самые пьющие, самые плохие. Да отнюдь нет. То есть во многих странах пьют не меньше, зачастую даже больше. Просто у нас это так немножко выпячивается. Хотя проблема, существующая в России, она действительно стоящая, острая, она, так скажем, вывернута наизнанку. То есть с этим надо бороться. Зачастую, на мой взгляд, мы не совсем правильно с этим боремся, потому что от чего-то мы явно того, что нам надо, отказываемся. Что-то, в общем-то, нам пытаются навязывать. Но, в принципе, это проблема, с которой можно и нужно бороться. И мы далеко не самая запущенная страна. Ну вот, пьют же французы и говорят, что их за это не ругают. Как не ругают? Еще как ругают. Ругают еще больше нас. Ведь вот, допустим, в Европе, если кто-то был, не так часто увидишь пьяного человека на улице. Это потому что их ругают. Некоторые говорят про какое-то культурное пьянство, культурный алкоголизм. Да нет, просто там это все, форма потребления немножко другая, а значит, результат другой. То есть там не пьют крепкие напитки, не пьют в таком количестве. И, так скажем, восприятие общества пьющего человека, оно немножко другое. У них это чаще всего не вызывает осуждения, они относятся как к больному человеку. У нас, к сожалению, обществом это как к больному относятся те, кто с этой проблемой сталкиваются. Родственники там, у кого-то друзья, у кого-то еще. А в основном общество, кто с этим не сталкивается, зачастую относится к этому как к какому-то злу, пороку и прочее. То есть к этому надо относиться как к заболеванию. Я ни в коем случае не оправдываю. Какие еще мотивирующие аспекты есть для тех, кому не нравится, в каком он состоянии находится и куда обращаться? Для тех, кому не нравится, лучше не доводить себя до такого состояния. А единственный способ не довести себя до такого состояния – это не выпивать. Но если вдруг, да, вы перебрали, и потом ведь, так скажем, перебрать, как говорят, свою норму или довести себя до плохого самочувствия, может, человек, у которого и нет алкогольной зависимости. Но всегда можно прийти, обратиться в наркологическую больницу. Есть амбулаторное отделение, есть несколько стационарных отделений. Очень часто боятся обращаться, боясь каких-то социальных последствий. Публичности. Осуждения. Дело в том, что нет, сейчас можно, это законодательно разрешено, анонимное лечение, то есть, которое не имеет никаких социальных последствий, никаких, так скажем… На работу не напишут. Никто никогда не напишет и, кстати, и не писал. Просто ведь боялись, что если человек полежит в больничке, он попадает на учет, после этого возникнут трудности с прохождением разного рода комиссий, то на сегодняшний день абсолютно разрешено, пожалуйста, анонимное лечение. Другое дело, если у вас далеко зашедшая стадия заболевания и вы уже не способны себя контролировать, то есть, есть стадии, когда уже анонимность ни к чему и не о чем об этом думать. А если вы достаточно сохранный человек, если у вас семья, карьера, если что-то вас держит, пожалуйста, приходите, все это делается абсолютно анонимно, без всяких препятствий. В областной клинической наркологической? В областной клинической наркологической больнице, да. У нас достаточно много корпусов на проспекте Октября, на Кудрявцево, так что, пожалуйста. Друзья, вот так мы сегодня, по-моему, позитивно и весело пообщались с Михаилом Григорьевичем Черноморским, вот. Хочется поднять за это тост и вот этот вот стакан с замечательным фрешем мы и поднимем, чтобы отметить такой праздник. Ура! Ура!